Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Из первых уст». Завершился концертный сезон в областной филармонии имени Акана Сиры. И значительный вклад в этот замечательный, успешный сезон внес ансамбль танца «Туганжер». Сегодня у нас в студии художественный руководитель ансамбля Максим Танков. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Елена. Максим, вы знаете, вот кто-то из великих танцоров сказал, что танцевать надо чувствами. Вот как понять эту фразу и согласны ли вы с ней? Да, действительно, согласен. Наверное, если глубоко копнуть в эту фразу, возможно, не только чувствами, но и полностью всеми мироощущениями, то есть внутренними какими-то переживаниями. То есть нужно полностью погружаться и проживать каждое движение на сцене. Я считаю так. Проживать, жить в танце. Жить, да, в танце. Давайте мы перейдем к премьере спектакля. Это пластический спектакль, да? Да, все верно. Козы Корпеш и Баян Слу. Как пришла идея этой постановки? Я знаю, что этой постановкой вы жили буквально весь этот концертный сезон. Наверное, это было самое главное достижение вашего концертного года, скажем так. Расскажите об этом. Ну, идея возникновения на самом деле вынашивалась достаточно давно. Я бы сказал, даже не год, а может быть больше, где-то полтора или два. Потому что мне посчастливилось поработать тоже достаточно известный коллектив нашей области, да и в принципе страны. Это театр танца «Сенситив». Вместе с проектом «Дельфийские игры» мы делали спектакль для особенных детей. То есть открывали театр под названием «Ерикщи». То есть особенные, что значит. И своего рода получилось так, что мне посчастливилось работать на данном проекте хореографом. За что спасибо Ольге Ростовщиковой. Ей огромный привет. Достаточно интересный был проект. Мы ставили «Мы с тобой одной крови». То есть по, грубо говоря, рассказам именно Маугли своего рода. И у меня тогда возникла идея, то есть почему бы... Ну то есть у них, как объяснить, у них идет структура жестовой речи, которая достаточно плотно дополняет вообще любой хореографический материал. Я очень долго думал, как же реализовать данный материал на ансамбль не особенных, а обычных людей. Думаю, как вот просто это все сделать. И то есть именно структура самой мысли вот шла такая, что хочется спектакль, потому что уже ансамбль действительно достиг немалых высот, немалых побед, полюбился зрителю. И нужно каждый раз нашего зрителя удивлять, удивлять, удивлять. И хотелось сделать что-то такое, что действительно бы запомнилось. У нас, получается, в 2023 году мы давали сольный концерт и делали там пробное, скажем так, первое театрализованное представление, то есть театрализованный пролог, посвященный именно Великой Отечественной войне. Номер назывался «Стоять намертво». То есть это была, грубо говоря, опорная точка отправления к спектаклю «Кузы Курпеш и Баян Сулу». То есть, грубо говоря, мы попробовали. Достаточно неплохо получилось. Больше всего мы хотели именно вызвать эмоции у зрителей, то есть чтобы люди поплакали, попереживали вместе с нами, прожили каждый момент, каждое движение, каждый эмоциональный какой-то выпад с нашей стороны, чтобы он передался в зал, и они это пережили, прочувствовали через себя. И, собственно, так и получилось. Идея давно, давно-давно, вот она как зернышко посадилась и прорастала потихоньку, потихоньку, потихоньку. Очень долго мы выбирали именно саму тематику, то есть хотелось в большей степени, так как коллектив у нас все равно изначально из истоков шоу народного плана. И название само, да, родная земля, табанжер. Да, и мы потихонечку превратились немножко в стилизованный. Ну, опять же, для чего мы это сделали? Для того, чтобы, так как современная молодежь, достаточно, я это, наверное, из интервью в интервью повторяю, в большей степени любят современные танцы и что-то такого характера модерного, наверное, можно сказать. Мне просто хотелось сделать так, чтобы ансамбль более, наверное, скажем так, осовременился, что ли, чтобы именно внесли какие-то, каждый из участников ансамбля, что они и делают свою лепту для этого. И мы сделали просто народные танцы, превратили в стилизованный характер, то есть добавляли какие-то определенные новые современные фишечки. То есть переплетение, да, исторического, истории, современности, да? Опять же, для того, чтобы это все популяризировать, чтобы народный танец у нас не пропал. То есть есть определенный коллектив у нас в области, который занимается только народной хореографией, именно, скажем так, узкопрофильно, профессионально. Мы хотели сделать так, чтобы люди, именно молодежь наша, достаточно ее много, поэтому хочется, чтобы они не только на современные танцы обращали внимание, но и на исходные народные танцы, благодаря вот этим вот каким-то вкраплениям в народную хореографию, опять же, где-то в музыкальном плане, где-то именно по движениям, вот таким вот образом. И поэтому была выбрана тема, достаточно, я думаю, известная среди многих людей. Ну, то есть мы так немножко позволили себе известные истории во всем мире, но на самом деле ее много кто знает, и во всем мире, и везде. То есть именно поэму Козу Курпеш и Баян Сулу. Действительно, это своего рода наша история. История, грубо говоря, Ромео и Джульетта, только именно... Да, казахская Ромео и Джульетта. Да-да-да, в таком плане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Я знаю, что у вас был совместный постановочный. Режиссеры-постановщики данного проекта являемся я и мой коллега, мой друг, мой брат, не по крови, но по всем интересным жизненным, это Самат Жумажанов. Вот, достаточно тоже такой талантливый парень, я думаю, в области, да и только в области, но и по стране знают. Также сам проект, мы сделали опору здесь на то, чтобы каждый вот сольный номер, который идет в исполнении людей, люди сами, то есть наши артисты сами помогали и ставили. Мы делали для чего это? Для того, чтобы каждый раскрылся, так как у нас большинство артистов наших уже, ну, больше, наверное, половины артистов, это уже сами состоявшиеся хореографы, балетмейстеры, которые у многих свои коллективы, многие занимаются хореографией. И, то есть, мы хотели, чтобы это не только наше детище было, а именно и еще и они туда, каждую частичку своего. Очень интересно. Да. Каждый приносил свою какую-то хореографическую, да? Да, да, на сольных номерах именно так и было. Ну, и, в принципе, много кто из ребят помогал, то есть, каждый какой-то идеей, где-то как-то так, то есть, мы, это наше действительно общее детище. Это не то, что вот я там сама там поставил и все, то есть, нет, идея, да, основное, конечно, сделали мы, но вот именно каждый, нужно сказать, внес туда большую влепку. При этом не было каких-то трений, скажем так, в репетационном моменте. Ну, я думаю, что в творческом коллективе при создании, да, какого-то продукта вот такого творческого, скажем так, без трений невозможно, без споров даже, может быть, без каких-то таких повышенных тонов невозможно. Это творчество. Смотрите, я бы не сказал, что у нас прям были такие какие-то там жесткие ругательства или еще что-то. Но, да, конечно, творчество в принципе невозможно. Если нету, скажем так, трений, если тебе все говорят, что ты молодец, значит, роста у тебя уже не будет. То есть, чем больше негативных комментариев, тем больше ты себя воспринимаешь, делаешь выводы и исправляешь где-то что-то. Вот это очень, знаете, такой хороший момент, когда ты понимаешь, что критику надо воспринимать очень положительно. Я думаю, что это приходит с годами, потому что наша нынешняя молодежь немножко не совсем любит, да, когда ее критикуют. Они немножко такие сейчас продвинутые в плане психологии о том, что, да, я не могу быть, да, я не могу быть подвержен критике, я самый лучший, самый замечательный. Ну, так происходит. Но это вот очень такой важный момент для творческих людей, чтобы были те люди, которые могли тебе сказать, да, вот это ты делаешь не так, вот это ты делаешь вот так, а вот так может быть лучше. Обязательно такие должны быть коллеги. Ну, опять же, я считаю, что должна быть критика все равно конструктивная. Ну да, конечно. Есть определенные люди, которые просто, ну, чуть ли не несут чепуху, лишь бы тебе какую-то палку в колесо засунуть. Да, ну, здесь уже совершенно другая история. А так, вы совершенно правы, как я еще раз повторюсь, то есть мы с моим балетместером не просто, грубо говоря, коллеги по работе, мы с ним, как вот был сериал такой «Бригада», мы действительно с первого класса вместе. То есть мы с ним прошли и колледж, и университет, и магистратуру. Поэтому мы не то, что друг друга понимаем, мы уже чувствуем друг друга на каком-то таком уровне высоком, что если у одного идея зародилась, то другой уже туда не то, что не лезет, а он ее дополняет. Да, такая связь своего рода у нас. Мысли друг друга читаете, да? Практически, да. Практически, да. Поэтому так вот. Очень легко работать, то есть нету такого... И самое для творчества же, что важное, чтобы ты работал в удовольствие. Если тебе вообще, в принципе, как говорил Никулин, нужно, говорит, возвращаться, говорит, домой с работы, говорит, с радостью и идти на работу с радостью. Это признаки счастливого человека. Да, то есть вот таким вот образом. Я думаю, что в творчестве по-другому нельзя, да? Без удовольствия творить. Это что-то, я не знаю, это чепуха какая-то, мне кажется. Ну да, то есть нажимать через силу. Да, это что-то такое ближе уже к ремесленничеству. Ну, я не знаю, как это назвать. Не будем углубляться в эти понятия, в эти определения. Хорошо. Сам спектакль, когда состоялась премьера, какие были впечатления? Что почувствовали, скажем так? Может быть, ну, я думаю, что каждый художник, да, который творит, он потом подводит своеобразный такой итог, да? Вот это получилось, вот здесь можно было сделать вот так, вот в следующий раз вот учтем вот это. Было такое? Да, 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 да. Я немножко не понял, когда произошла премьера, то есть я очень переживал там, во-первых, действительно, это наш первый такой проект именно театрализованного характера. То есть мы делали уже похожее представление детского плана, то есть мы делали, ну, там немножко не то. Что это записали? Мы ставили сказки на Новый год, то есть у нас шли на базе филармонии, одна из первых, по-моему, была «Маша и Медведь», затем мы ставили «Холодное сердце», первую и вторую часть. То есть, причем «Холодное сердце» так получилось, что мы сделали на основе музыкального вышедшего материала, так сказать, спойлеры, когда, как назвать сейчас молодежь, они появились. То есть сам мультик еще не вышел. Мы написали свой сюжет, по музыкам все разложили, и так получилось, что у нас плюс-минус сошелся сюжет с оригиналом, да. Да, ну, действительно, это было интересно. Не совсем один в один сюжет, но, тем не менее, попали в точку. Вот, и то есть на базе такого формата у нас уже был, скажем так, опыт чуть-чуть приблизиться к театральному искусству. Но, опять же, там была фонограмма, по которой, грубо говоря, мои артисты, ну, если так грубо сказать, это открывали рот. То есть они не сами играли, не сами переживали, так как мы и не являемся профессиональными театралами. Вот, а здесь уже мы сделали так, что основную роль берет на себя профессиональный диктор за кадром, который повествует полностью всю историю от начала и до конца. Причем большое спасибо, это тоже достаточно известный в культуре человек в нашем городе, Айбол Хасен, ему огромное спасибо. Он, кстати, недавно был гость в нашей программе «Испорядок». Да, я тоже видел. Да, это хорошо. Он действительно профессионал своего дела, насколько он переживал каждый момент, который именно говорил в этом тексте. Действительно большую часть из работы досталась ему. То есть это было важно прожить, это все передать так, чтобы зритель погружался в эту атмосферу. Это очень тяжело, скажем так. Да, это очень тяжело. Ну, не скажем, не тяжело, это очень трудоемко, энергозатратно, и вообще нужно попасть со всем этим. Да, по самому спектаклю, после того, как премьера уже сама прошла, я смотрел видео именно самого спектакля. То есть там уже, да, конечно, я уже оценил то, что здесь можно было чуть-чуть исправить, там где-то технические моменты. Но эта жизнь все в идеале по-любому не будет у тебя. Как бы ты ни старался, сколько бы ты времени на это ни тратил, что-то где-то, опять же, человеческий фактор сработает, либо технический момент. Конечно. Поэтому, да, куда есть, куда стремиться, и достаточно много еще всего нужно там исправлять. Именно по техническим моментам, по репетиционным, в плане хореографической лексики тоже там немножко нужно подправить. То есть для, скажем так, обывателя, а не профессионалов, да, они все вышли из зала и были все в восторге. То есть очень много было позитивных комментариев. Ну, не то, что очень много, я бы сказал, не было ни одного негативного комментария, что, наверное, говорит о том, что действительно спектакль вышел достаточно хороший. Как по мне, честно, хочется еще лучше. Ну, еще бы, конечно. Конечно. Вот. Ну, еще бы, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Почему пластический спектакль? Почему не танцевальный? Почему там не музыкальный? Почему разные, знаете, бывают взгляды у людей? Смотрите, все на самом деле зависит от интерпретации слов, как ты это сделаешь. У нас основа лексики идет народного характера, но с элементами, опять же, стилизованной лексики, опять же, с элементами трюковой акробатики, с элементами шоу. И пластика заключается в том, что у нас есть даже целый персонаж, который основан на этой пластике, помимо всех основных персонажей. То есть это как Коза Курпиш и сама Баян Цулу, Кодар, который антагонистом выступает. И здесь у нас есть в спектакле также «Вестник степи» или «Беркут» его еще там называют. То есть он своего рода олицетворяет. И есть, наверное, скажем так, основная часть лексики – это и есть пластика. То есть поэтому, возможно, пластический спектакль. На самом деле, честно, положа руку на сердце, звучит красиво. Красиво звучит. Пластика вообще замечательная. Как грация, да? Да. Ну и тем не менее она там присутствует. Да. Хорошо. Планы на ближайшую перспективу. Я знаю, есть одна у вас маячит, она такая очень интересная перспектива. Ближайшая, расскажите, пожалуйста. Да, в августе этого года наш ансамбль, после того, как выйдет с отпуска, мы займемся плотной подготовкой, так как впереди нас ждет поездка в Италию на фестиваль в два города. Сейчас точно не помню, как они называются. Там такое интересное название. Где ансамбль вместе с другим фольклорным ансамблем из города Карганда, если я не ошибаюсь, представят нашу республику в совместной работе. То есть на данный момент сейчас ведутся переговоры по репертуару, что именно будут исполнять. То есть это будет живая музыка и, ну, собственно, живые танцы, если так можно назвать. Все в живую будет. Все в живую, да, абсолютно, без какой-то фонограммы. Так, что вы повезете, какую программу уже выбрали? Еще пока что ведутся. Ведутся, да. То есть определение переговора еще пока что определяемся. Но в основном один из таких, это, конечно же, будет Кьюибал Браун. Кара Журга всеми любимая. За границей она очень хорошо воспринимается, прям залетает на ура. Потому что очень нравится. Последние гастроли ваши были когда? За границей, за дальней. Наши гастроли были в конец мая, начало июня. Ровно год назад, получается, это была Южная Корея. Наши ребята тоже посетили фестиваль, где достаточно успешно выступили, представили танцы наших народов. Очень, ну, я думаю, ребятам понравилось. Самое главное в таких же фестивалях – это новые знакомства и дальнейшие какие-то сотрудничества. Опять же, по тем же самым мастер-классам и всему остальному. То есть это делает большой шаг в сторону развития тебя, как вообще, как личности, как хореографа. Чтобы не вариться, собственно, с око, а узнать. Да, да, да. То есть, опять же… Другие миры. Это же конкуренция. Конкуренция. Потому что помимо… Да, это, конечно, не конкурс, но тем не менее, каждый приезжает, и каждому надо же показать себя с какой-то хорошей стороны. И там начинает каждый стараться. А как у вас корейцы восприняли, мне кажется, много, да, тогда было? Корейцы достаточно, так как это уже не первая наша поездка, у них, в принципе, достаточно такое восприятие, то есть они на все реагируют очень эмоционально. У нас одна из частей костюма, скажем так, это чернобурка, то есть прям черные леса, они там… Понравилось. Да, то есть Black Fox, там вот так вот. Ну, действительно, они такие очень впечатлительные люди. Шикарные костюмы, шикарные номера. Кто вас спонсирует? Может, и такой меркантильный вопрос. Как с этим обстоят дела с финансированием? За финансирование. Спасибо руководству нашей области, которое действительно наш ансамбль очень поддерживает. Также спасибо руководству нашей филармонии, которая не то, что там, как некоторым там, какие-то что-то, а именно вот всячески… Не будем про некоторых, да, не будем сейчас говорить про кого-то. Всячески помогать, всячески… То есть реализуют наши идеи. И спасибо за это большое, потому что действительно без этого мы бы с точки, с мёртвой не сдвинулись никуда. А так всё равно люди развиваются. На данный момент у нас ещё очень много молодых артистов в ансамбле появилось, которым это ещё плюс, скажем так. Они пришли, то есть у нас как есть два поколения артистов, тех, кто постарше уже, старички, мы их так и называем. Опытные, скажем так. Ну да, шутяем, я думаю, так называем. И есть те, кто уже только-только вновь пришедшие, точнее. Для них это был действительно опыт, новый опыт, опять же, сразу встать в спектакль, не будучи так, как у нас… Не сразу, да? С кадрами действительно это большая проблема. Я думаю, каждый хореографический коллектив это касается, что профессиональные кадры очень тяжело найти. То есть приходится их растить самим. Получается растить самим? Да, конечно. Всё упирается во время. И в желании. Эфирное время нашей программы мне уже подходит к концу, к сожалению. Я желаю вам осуществления всех долгострочных и ближайших перспектив обязательно. Ну и, конечно, успехов в творчестве, энергии неиссякаемой и здоровья крепкого. Спасибо. Вам тоже всего хорошего. Спасибо большое. Наши телезрители благодарю за внимание. Увидимся в программе «Из первых уст». ПОДПИШИСЬ. 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 Субтитры подогнал «Симон»